Мы с Тамарой Михайловной Вреку в течение последних лет сделали не одну выставку. И, к сожалению, каждый раз без каталога. Нынче каталог стоит очень дорого. Это тысячи леев. А где их взять? Ну, что я буду плакаться перед вами? Михаил Вреку в то время, когда я приехал в Кишинев, это был 61-й, т.е. 62-й год, был молод, был силен, был бит. Но Москва его полюбил. Здесь Андрей Стенкан говорил уже об этом. Есть такая Москва, эдакая Москва, еще какая-то Москва была заинтересована в развитии национальных школ. Это касается не только живописи. Это касалось всего. Эти мастерские, которые нам Иван Иванович вводил, построил при господине Ильине, товарищ Ильине, те, что на рыжках. Это был шикарный подарок тем художникам того времени. Творители, ребята. И вот они одной рукой дрались с властью, а другой рисовали и писали. Такая была судьба. Представьте себе, что Глеб с бухарецким образованием до войны попал в Уральск и работал кочекаром на Уральской железной дороге. То есть он видел горящий экран. Он бросал в уголь, как бы в форматы будущих своих произведений. Там был огонь. В каждой работе креплой, сделанной впоследствии, вы увидите этот огонь. Или вот близки того огня. Сегодня молодые не занимаются топкой кочекар и поездов. Сегодня совершенно другая реальность. Я не хочу долго об этом говорить, потому что мы все замерзли. А картинам греб не холодно, потому что они привыкли к холоду. Вот 15 лет уже с тех пор, как была инундация с англичным румынами. И последние 15 лет, и мы, по-такару, мы, по-такару, по-такару, мы занимаемся по-такару, 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 мы занимаемся по-такару, чтобы мы получили с банией нашей. Бану за мной, по-такару. Бану за что-то, мы вам помогаем. Бан Узиу, национал в фрунте, к Дом Толуру Гурнет, Бануя Елена Вегураску, Бану и Северокуртурия. Да тот уж, Васькун Синчер, Майя Мэн, андреекция Астаса, Патим Чеба. Мне очень хочется дождать того времени, того момента, когда усилиями общественности, журналистов, наших политиков, которые черт знает, что они делают, и до какой они стали. А искусство художника греку ждет. А еще 50 работ нельзя ли отремонтировать, реставрировать? А еще 50 нельзя ли починить, обрамить, обменять рамки, оберетянуть? А что, если мы как армяне сделаем трехотажное сооружение, которое они сделали за сорянками? А что, Ленис? А почему они могут, эти ритовцы? А молодование? Или умы? И все остальные с ними? А что, разве не видно, что этот художник резко отличается от других художников? Как еще не доказывать? Это Мария Михайловна, которая молчит, доказать, что греку это не все-таки что-то в Молдове. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр!